Лучшее в стране. На телерадиоканале Страна.ФМ. Здравствуйте, дорогие друзья. Вы слушаете и смотрите телерадиоканал Страна.ФМ в эфирной студии Роман Шахов. У нас очередная программа и очередной замечательный гость. Вы только вслушайтесь. Основатель и бессменный художественный руководитель театра-студии Непоседы. Кавалер Ордена служения искусству первой степени. Кавалер Ордена за милосердие, лауреат премии «Добрый ангел» Елена Пинджаян. Здравствуйте. Здравствуйте. Рада вас видеть. Очень приятно вас видеть у нас в студии. Как проходит ваше лето? Лето проходит замечательно. С 28 мая мы в Москву приезжаем на один-два дня. Уже успели посетить несколько стран. Были в Италии на фестивале. Сейчас вернулись с международного фестиваля в Грузии. Так что все замечательно, все великолепно. Ну а вообще, когда с самой большой активностью Непосед? Летом? Потому что дети свободны. Как происходит у вас календарь? Нет. У нас, как правило, самая большая активность – это с середины ноября до середины декабря, когда идут новогодние съемки, потом новогодние концерты. И вот май – это день защиты детей, это окончание школы, это как раз приближение лета. Поэтому вот два самых таких жарких сезона у нас. Слушайте, а есть у вас статистика? Ну, все-таки вы худрук, Непосед, все это время, почти 30 лет. Как дети учатся? Вот те, которые с вами долгие годы, которые ездят по разным странам и континентам, что с учебой у них в обычной школе? Вы знаете, я могу сказать, что чем больше свободного времени, тем больше возможностей отвлечься, посмотреть телевизор, поиграть в гаджеты. А когда нет свободного времени, тогда все распланировано. И они знают, что они приходят из школы домой, надо быстро покушать, бежать на занятия, по дороге, может быть, что-то почитать, потом успеть сделать уроки. То есть, когда все распланировано, тогда все успевают. Как только появляется свободное время, родители даже жалуются, говорят, да что ж такое, уже надо опять начинать. Потому что дети начинают... Ну, раньше они смотрели телевизор во времена Сережи Лазарева, Влада Топалова. А сейчас они в гаджетах. Поэтому, на самом деле, чем больше ребенок занят, тем больше он успевает. Слушайте, а вот Сережа, тот же Влад, они как-то приходят, может быть, с мастер-классами, с лекциями? Конечно. Как это все устроено у вас? Конечно, конечно. У нас периодически бывают мастер-классы выпускников. И приходят и Влад, и Сергей. И также и Настя Задорожная приходит, и Юля Волкова, и Лена Катина, и Ярослав Горнаев, актер. Ну, все ваши, да, конечно. Да, да. И Таня Пестрякова, кстати, которая, Вики, которая ведет на Европе Плюс при году, они приходят, проводят мастер-классы, и все это происходит очень живо, здорово. И дети видят, что есть к чему стремиться. А дети сейчас, вот, ну, вы разговариваете, что они хотят больше? Стать певцами, танцорами, может быть, они хотят стать ведущими. Что у них сейчас в трендах? Блогерами. Ну, блогерами, конечно, хотят, да. Вообще, на самом деле, те, кто приходят в непоседы, как правило, хотят стать либо певцами, либо актерами. Но так как у нас комплексное обучение, мы даем и хореографию, и сценическое мастерство, и сценическую речь, и актерское мастерство, и сольфеджио они занимаются, естественно, вокалом. То дальше, вот, несколько человек есть те, которые ушли в хореографию потом, а кто-то стал певцом, да. Ну, конечно. Да, некоторые учатся в театральных вузах, некоторые стали ведущими, там, вплоть до того, что, например, тот же Андрей Цветков Назарбекян сначала пел и был в «Голосе» во взрослом уже, а сейчас он ведущий телестанции «Голос Америки», да, 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 в Вашингтоне. Ну, то есть, на самом деле, они получают базовые знания, а потом сами выбирают. Но далеко не все идут в творчество. Некоторые годам там к 13 определяются и, например, делают акцент на математику. А кто-то становится сотрудником «Непосед» уже в управлении, там что-то делают у Вас. Да, да, да. И знаете, это очень ценно, когда выпускники приходят и просятся на работу, и когда дальше они вырабатываются. Вот у нас Даша Пескова, которая еще из первого состава «Непосед», она работает уже, по-моему, лет 10 в «Непоседах» концертным администратором, и я ее очень довольна. Также у нас зауч «Непосед» Анжелика Савоськина. Она мама одной из девочек, даже двух из девочек, да. И Наталья Ильина, у нее мальчик ходил в «Непоседы», и Татьяна Барышникова, которая директор «Непоседы», у нее тоже мальчик ходил в «Непоседы». То есть, знаете, мы как... Встречаются сначала родители в «Непоседах», а потом уйти не могут. Уже дети вырастают, куда-то уходят, а родители остаются, прикипают некоторые. Ну, я знаю, что детям все-таки сложно уходить, потому что это часть жизни, интересная часть жизни, и вы дарите и искусство, и детство сохраняете. Ну, это... Большое вам спасибо за это. А как, кстати, начиналось? Ну, вам было 22, да, когда вы все это придумали? Это же... А сколько мне было? Я... Это 91-й год. Как такая мысль вам пришла, да? Я в институте на последнем курсе должна была защитить дипломную работу. Режиссерскую? Режиссер, да. Я заканчивала отделение режиссуры. Мне нужно было сделать какое-то представление. Я поленилась что-то где-то искать и пошла в ближайший центр творчества. Говорю, давайте я у вас детей наберу и сделаю такое представление какое-нибудь. Подумала, подумала, сделала представление принцессы и рыцари. Ну, такой был, а-ля, знаете, а-ля КВН, а-ля «А ну-ка, девушки». Вот раньше еще, помните, так давным-давно была программа. Вот. Получилось, все было замечательно, и я не захотела дальше расставаться с этими детьми. Потом мы уже на ВДНХ, у меня была вот последняя уже такая годовая работа режиссерская. Даже не годовая, а уже все. Итоговая диплом. Итоговая, да, дипломная работа была на ВДНХ, ретро-программа на одной из площадок ВДНХ. И тоже я привлекла туда детей первых. Все замечательно, с этого все и началось. Сейчас была информация какое-то время назад, что места вам мало стало, что развиваются непоседы. Это правда, да. Да, что там, как у вас с этим? У нас просто действительно очень много желающих, а помещение очень маленькое. Ну, мы благодарны, естественно, правительству Москвы, что оно у нас есть. Да, в центре замечательное помещение, уютное, но мало места. И мы даже не можем там проводить полноценные концерты. То есть нам приходится всегда работать на каких-то площадках, ну, не на наших площадках. Мы и в планете КВН, и в Лужниках, и в Кремлевском дворце. Ну, по-моему, нет зала в Москве, где бы мы ни работали. Но просто у нас нет своей площадки. У нас там есть маленькая сцена, и что-то камерное мы там проводим. Но вот так, чтобы полноценно делать представление, к сожалению, у нас места нет. И места нет, где родителям ждать. И для детей места нет. То есть мы не можем набрать всех желающих талантливых детей, к сожалению. Ну, я надеюсь, что сейчас нас смотрят, слушают люди, которые могут помочь. Ой, ну, дай бог, я была бы счастлива. И пока они думают, что сделать по этому вопросу, у нас небольшая музыкальная пауза, друзья. Скоро вернемся. Дамы и господа, Елена Пинджаян в гостях у теле-радиоканала «Страна-ФМ», руководитель театра-студии «Непосед». Итак, хотелось бы вас спросить о том, что актуального нас ждет. В исполнении «Непосед», и это будет уже в ближайшее воскресенье. Давайте приоткроем карты. Может быть, не все знают еще. Да, в ближайшее воскресенье всем, кто хочет нас увидеть, всем, кто хочет увидеть наше выступление, приглашаем в Краснопресненский парк. Там будет большое представление, большой сборный концерт, посвященный Дню Семьи, Любви и Верности. И «Непоседы» там исполнят несколько песен «Милости просим». А также вот в конце июля, в начале августа «Непоседы» едут в Юрмалу выступать в зале «Дзинтари». И потом на пароме мы переезжаем в Стокгольм. Тоже будем петь и на пароме, и в Стокгольме. Потом, сразу возвращаясь, мы едем в Израиль в Аждот. Но там уже будет международный фестиваль. Будем представлять Россию. Ну, собственно говоря, потом у нас еще конец августа есть. Это Болгария международный конкурс. Ну, вот примерно такие планы. Патроли у вас мирового масштаба. С какого возраста дети уже одни путешествуют по странам и континентам? Как у вас заведено? Вы знаете, сейчас как-то родители больше опасаются отпускать детей одних. Но бывает, что 10-11-летних детей отпускают, начинают. А когда мы начинали, то, в принципе, Юлия Малиновская, которая вела программу с Юрием Николаевым «Утренняя звезда» или Владу Топалу, им было по 5-6. И вот в таком возрасте они уже могли ездить без родителей. Ну, самостоятельные были, действительно. Вы знаете, они, может быть, когда начинали ехать, были не такими уж и самостоятельными. То есть, так как я ездила одна или еще с кем-то, то есть нас от силы было двое, там на 15 человек, на 10 человек, нам приходилось делать все. То есть мы были мамками, няньками, вплоть до того, что там и кормить, и мыть, и все на свете. А потом, конечно, они набираются опыт, и они просто быстрее становятся самостоятельными, когда начинают ездить с родителями. Ой, без родителей. Сами, да. Сами, да. Ну, с коллективом. А сейчас я могу сказать, что даже некоторые детки и в 11, и в 12, и в 13 лет не могут за собой поухаживать. Ну, именно потому, что они знают, что с ними всегда рядом мама, или там бабушка, или няня, и они все сделают. Ну, не совсем, наверное, это правильно для будущей жизни. Давайте скажем, с какого возраста можно уже поступать, проходить какой-то отбор, да, видимо, в непоседы. Да, да, у нас есть кастинг, и кастинг будет проходить ближайше, в конце августа, в начале сентября. Все, кто хочет попасть в непоседы, могут оставить свои заявки у нас на сайте, сайт непоседы.ру, собственно говоря, ничего такого сложного. И там можно кликнуть, оставить заявочку, обязательно позвонят, пригласят. Детишки от 4 до 12 лет. Ну, если ребенок уже с большим опытом, скажем так, занятий, даже не столько творческой жизни, а если ребенок уже занимался танцами или музыкой, мы можем в виде исключения взять в старшую группу в 13 лет где-то, но это редкость. Это редкость, вот, извините, пожалуйста. Водичка, Водичка, Лина, да. Ну, вот с 4 до 12 лет, милости просим. Ну, я так понимаю, что у вас не надо, да, выучить стихотворение, басню, там, как в театральном вузе. Можно прийти, просто спеть что-то, и вы поймете, есть какие-то данные у ребенка или... Вы знаете, у нас педагоги, которые сидят на кастинге, в принципе, даже того ребенка, который вдруг испугался и все забыл, они его раскачают, и они все равно дадут им какие-то упражнения, задания, по которым определят его данные. Но желательно, чтобы ребенок мог спеть куплет, припев песни, чтобы ребенок... Мы просим прохлопать ритм определенный, чтобы проверить чувство ритма ребенка. Да, мы просим прочитать либо там маленький фрагмент стихотворения, либо басню, либо, может быть, анекдот рассказать. Вот это даже так? Да, да. Ну, это если ребенок готов, если ребенок хочет. То есть желательно, чтобы он это все умел. А также педагог по хореографии выйдет, сначала включит музыку, и дети должны почувствовать музыку и показать, как они могут импровизировать под любую музыку. То есть им могут дать фрагменты классической музыки, и хип-хопа, и рок-н-ролла. А после этого педагог показывает движения, и дети должны повторить эти движения. Ну и также смотрят выворотность, растяжка. Вот такие, да, данные. Девочек и мальчиков по количеству, какие пропорции, как сейчас? Ну, с пропорциями сложно, но, конечно, девочек намного больше. Мальчики в цене. Мальчики в цене, да еще и талантливые мальчики. И, на мой взгляд, тоже, если мальчик не может... Если у мальчика слух не очень развит, если мальчик не очень вообще рвется на сцену, то и не надо его тащить. А бывает такое, да, родители? Ой, бывает, бывает. Очень часто бывает. И мальчиков, и девочек. Просто родители волокут. Это реализация собственных амбиций. Такое часто бывает. Потому что дети понимают, что они хотят идти на сцену, что они хотят выступать и чем заниматься. Ну, где-нибудь там, ну, кто-то 8-9 лет. А маленьких приводят 4-5-6 лет. Далеко не все понимают вообще, куда они пришли, что вообще от них требуют. Вот, поэтому тут, конечно, родители в основном. Ну, если родитель увидел, что ребенок дома не может спокойно сидеть, что он танцует постоянно, поет активно, и что если вдруг у родителя хороший музыкальный слух, он слышит, что и у ребенка слух хороший, что он повторяет мелодии какие-то, тогда, да, правильно делают, что приводят. Но бывает просто, вот я хотел, у меня не получилось. Я стал там инженером-строителем, но вот мой ребенок будет и все. И вот пусть он делает, что хочет. Пусть он сидит в лего, пусть он там в математике, олимпиады решает, но все равно я хочу, чтобы он пел. И они его зачем-то приводят. Ну, так и истории бывают. Родители подумайте несколько раз. Елена, сколько в неделю занимается ребенок, который вот ходит в непоседы? Маленькие детки занимаются 2 раза в неделю, по 3 часа, у них азы хореографии, партер такой, чтобы они могли чувствовать свое тело, мышцы. У них есть интонирование так называемое, где их учат, как петь, как брать дыхание правильно, как соединят нотки. И музыкальная грамотность. То есть у нас дети, когда приходят, они первым делом изучают ноты. Они еще, может быть, не могут писать буквы, но они уже на разлинованных, на таких вот, конечно, уже детских, на разлинованном нотном стане, они уже выводят ноты и пропевают гаммы. То есть начинается с этого все. Потом добавляется сценическая речь в 7-8 лет. И потом разделяется у нас музыкальная грамотность на сольфеджио, на хор. Вокал индивидуальный. Это уже когда ребенок готов, и когда родитель хочет, чтобы ребенок индивидуально еще пел, уже можно вводить индивидуальный вокал. Плюс актерское мастерство и сценическая речь. То есть главный посыл, не посет, это не сделать звезду, а дать базовое образование. Профессионал сделать в искусстве. Да, дать просто вот такую вот подушку хорошую, базовую, образовательную, с которой потом ребенок может идти в любое место. Даже если он не будет певцом и не пойдет на сцену, то, например, умение общаться со зрительской аудиторией пригодится любому в профессии. Он может стать начальником подразделения, начальником какой-то организации. Красиво всех мотивировать к трудовым успехам. Да, конечно. Ну и, естественно, такие дети, как правило, вырастают в людей, которые становятся душой компании. Понятно. Когда ты в компании можешь обратить на себя внимание, можешь попеть, потанцевать, завести других, это большой плюс для человека. Слушайте, а какой-то документ получает выпускник Непосед? Вот, закончил театр, студию, там, не знаю, диплом. Как это устроено у вас? Нет, пока не выдаем мы никаких документов. Дипломов у нас никаких нет. Но я четко знаю, что, приходя в какой-то вуз, театральный, творческий вуз, да, ребенок, ну, уже не ребенок, уже подросток, если говорить, что закончил Непоседы, то, ну, чуть-чуть по-другому уже смотрят на него. Ну, там лет до 15-16, да, примерно? В Непоседах? Да, как у вас? Очень по-разному. Те, кто хочет связать свою жизнь с творчеством, да, они до 14-15 лет, до поступления в институт. А те, кто понимает лет в 13-14, что они не пойдут на сцену, не пойдут в творчество, они раньше уходят. Люди, которые поют, которые сами сочиняют, они есть у вас в коллективе? То есть свои авторы? Дети есть такие, да? Да, вы знаете, есть, да. Сейчас очень активно как раз пишет музыку и стихи к своей музыке. Мальчик Ваня Стариков, тоже с удивительной историей, он приехал из деревни Чернушка, из Пермской области. Приехал два года назад. Его мама руководитель коллектива детского вот в этой вот Чернушке была. Она приехала и попросилась в Непоседы педагогам. Я взяла ее попробовать. Оказался хороший педагог. Я ее оставила. Ваня, соответственно, тоже стал заниматься в Непоседах. В результате сейчас Ваня был в голосе в последнем. И пишет песни. Он уже, по-моему, написал песен пять. И у вас свой композитор. Да, да, очень симпатичная песня. Есть детки, которые сочиняют стихи. Есть детки, которые делают аранжировки какие-то свои. То есть творчество, если в душе, то оно, конечно, вот на плодотворной почве расцветает и дает какие-то результаты. Друзья, какие еще есть творческие самородки в Непоседах? Мы об этом поговорим чуть позже. Будьте в компании Страна.ФМ. Друзья, Елена Пинджоян в гостях у телерадиоканала Страна.ФМ. Лидер, руководитель и главный Непоседа нашей страны. Итак, у нас есть примеры того, что Непоседы замечательно поют, прекрасно танцуют, но, оказывается, они еще и делают пародии. Елена, тут мы хотели бы какие-то от вас комментарии получить. Да, вы знаете, еще давным-давно, когда Непоседы были участниками программы Юрия Николаева «Утренняя звезда», Юля Малиновская, наша девочка, ведущая программы «Утренняя звезда», и Сережа Лазарев, тогда маленький, во время каких-то сбоек на съемках они выходили на зал и делали пародию на звезд, которые сидели в жюри. Просто, ну, это были экспромты такие. Потом мы делали несколько пародий в программе «Аншлаг». А тут так получилось, что программа «Видели видео» запустила новую рубрику. Это пародии на клипы артистов, звезд. Ну и почему-то они решили, что первой пародией такой должен быть Сережа Лазарев, что мы должны сделать пародию на клип Сережи Лазарева. Ну, вы по-товарищески все знаете про него, как он много лет с ним общаетесь. Да, ну, то есть, вот, благодаря первому каналу вот такой вот клип получился. Стоит ли нам ждать продолжение? Может быть, это какая-то серия будет пародий? Как у вас? Ну, это, знаете, уже зависит от... Войдете во вкус, Елена. От программы «Видели видео». Потому что, в принципе, они, да, они планировали, что это будет серия таких клипов. Ну, посмотрим, что из этого выйдет дальше. А что касается пародий на концертных площадках, ну, возможно, да. Вот это же целый жанр отдельный. Конечно. То есть у вас будут и певцы, и люди, которые танцуют, и режиссеры, и вот авторы-исполнители уже появляются. И еще и эстрадный факультет такой у вас. Ну, да, правильно. Ну, дело в том, что у нас же еще и актеры, и ведущие. Да, 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 да. Да, потому что из Непосед вышли ведущие программы, например, «Бригада У» на Европе Плюс, Вики, из Непосед, Артем Шалимов, который ведущий на Муз-ТВ и на канале Ю. Сережа Лазарев постоянно ведет какие-то программы. Это правда. То есть, да, на самом деле у нас из Непосед выходят многогранные личности. Итак, давайте же посмотрим, что это за произведение музыкально-пародийного жанра. Да, давайте. Так, что-то летит в планете. Ну, это вот сначала Сережин надо клипа, потом этот, тогда все понятно становится. Осталось чуть-чуть. Поехали. Здравствуйте. Кто сказал, что знание – это сила? Ведь если ты сам не можешь осилить знания, то не такой уж ты и сил. И вот здесь, друзья, мы понимаем, что это сделано с большой симпатией к творчеству Сергея Лазарева и креативом. Расскажите, кто был автором? Кто придумал все это? Кто написал текст вот этого нового хита, который называется «Признайся»? Во всем виноват первый канал. И программа «Видели видео». Ну, по-моему, здорово. Ну, симпатично. Если вы руководитель театра-студии «Непоседы», что скажете по этому поводу? Как вам? Вы знаете, ну, это было все просто весело, искрометно, как-то все это быстро получилось. А как дети к этому отнеслись? Ну, они же понимают, что Сергей Лазарев – известнейший артист. С восторгом. С восторгом, с большим. Они Сережу очень любят, очень любят. Сережа тоже видел этот клип. От него, да, какая реакция пришла? Он хохотал. Мы же как раз в программе «Видели видео», они приглашают потом артиста, показывают артисту клип, и артист говорит, ну, то есть как раз эмоции артиста, разговоры с детьми. Ну, то есть, например, вот Кирилл рассказывал, как к нему цепляли этот градусник, Сергей рассказывал, как копье к нему это сцепляли. Вот очень интересные, в принципе, такие истории из этого выходят. Ну, мне кажется, это всё очень весело, забавно и интересно для зрителя. По поводу интересных историй. Вот в театральных коллективах существуют капустники, то есть такие внутренние представления для людей искусства, для самих представителей труппы. Есть ли такое в непоседах? Очень много. Как это у вас происходит? Очень много. Что там такого, что мы никогда не видим, потому что это не на больших сценах, а где-то ещё у вас там? Вы знаете, так как дети приходят совсем маленькие, или дети, которые ещё совсем ничего не умеют, но им нужно набираться опыта, поэтому у нас в стенах всегда проходят внутренние какие-то конкурсы и мероприятия. У нас есть традиционный конкурс «Мистер и мисс Непоседы». И ребёнок, любой абсолютно ребёнок, может принять в нём участие. Ребёнок даже, который всего месяц в Непоседах. И на самом деле были случаи, когда ребёнок первый год, принимая участие, готовился, готовился, но потом побоялся выйти даже на нашу маленькую импровизированную сцену перед родителями. То есть это вот возможность? Да. На второй год он уже вышел и стоял на сцене, но сделать ничего не мог. Ему все аплодировали просто. А вот на третий год он вышел, и он как вышел, он стал мистером Непоседов в своей возрастной категории. То есть вот этот конкурс «Мистер и мисс Непоседы». И также у нас проходят КВНы. Но КВНы на тему Непосед. Потому что у нас уже большая история, уже скоро 30 лет Непоседам. И у нас есть музей Непосед. И, естественно, те дети и родители, которые вот только приходят, они практически ничего не знают о Непоседах. А этот КВН, этот конкурс, даёт им возможность узнать историю Непосед, узнать про выпускников, где Непоседы выступали, где были, какие там звания, премии они поимели. И поэтому вот ещё и КВН в Непоседах, он очень интересный. К тому же там идёт представление команды, а команда — это группа. То есть в Непоседах возрастные группы. И 21 группа у нас. Ну, то есть есть, например, две группы пятилетних, три группы шестилетних. Они как-то ещё подразделяются, например, вокальная группа, хореографическая? Нет, 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 это всё вместе, да. И вот каждая группа должна сделать какое-то приветствие для КВНа. То есть сначала в КВН участвуют все группы, именно группами. Потом они отвечают на вопросы, на определённые по истории Непосед, то есть тоже надо подготовиться. Ну и несколько групп выходят в финал. Финал у нас был вот как раз уже, по-моему, в планете КВН. Ну, конечно, здорово, да. Проходили как раз в зале планеты КВН. Совпадает. В гостях у теле-радиоканала «Страна-ФМ» по-прежнему мы говорим про то, как устроена жизнь в Непоседах. И буквально сенсационная новость для тех родителей, которые приводят детей и думают, вот у меня не получилось когда-то стать артистом, певцом, например, а у него получится. Но сейчас в Непоседах ноу-хау. Да, в этом году, в прошедшем, в мае как раз, у нас прошёл новый конкурс, который назывался «Взрослые и дети Непоседы». И теперь он будет проходить ежегодно. Это возможность родителям выступить вместе с детьми. Это могут быть дуэты мамы с дочкой или мамы с сыном, папы, всей семьи. У нас одна девочка, Людочка Бедрик, она привела всю семью. Бабушка написала песню про Подмосковье. И на сцене были бабушка, дедушка, прабабушка, мама, папа, сестрёнки, двоюродные. То есть это был ансамбль. У вас большая сцена. Да, у нас большая сцена. Причём бабушка играла на аккордеоне. Это всё было настолько трогательно. И вы знаете, мурашки просто бегут по коже, когда видишь вот это единение. Потому что, выходя на сцену, конечно, родители себя совершенно уже по-другому чувствуют. И, кстати, они начинают понимать детей. А с другой стороны, ну, многие же приводят детей для того, чтобы самореализоваться. У меня не получилось, пусть мой ребёнок попробует. Так мы даём возможности родителю попробовать. Мало того, кто прошёл отборочные туры и попал в финал, они выступали в этом году на сцене Театра Российской Армии. У нас финал был на сцене Театра Российской Армии. У нас было очень серьёзное жюри. И у нас, по-моему, вышло 20 семей. У нас вышло в финал. Получается, что на следующий год эта история будет повторяться. Обязательно. Поэтому, если приведёте ребёнка, знайте, что и у вас будет возможность выйти на сцену «Непосед». Давайте напомним, что 14 июля будет выступление «Непосед» на фестивале, посвящённому Дню Любви, Семьи и Верности. Друзья, приходимся в парк «Красная пресня». Летний интенсив у вас будет? Да, в августе у нас будет летний интенсив с 19 по 31 августа на Сретенке. Во время этого интенсива любой ребёнок, вот сейчас хочу обратить внимание, не только те дети, которые занимаются «Непоседах», но и любой ребёнок может посещать этот интенсив. Дети будут заниматься с ведущими педагогами студии, во-первых. Во-вторых, будут проходить мастер-классы очень известных и профессиональных режиссёров, редакторов, актёров. То есть вот в прошлом году, например, на такой мастер-класс приходил Александр Олешко, редактор программы «Голос дети» и «Голос Марина Андрусенко». Прекрасная вокалистка, педагог по вокалу в проекте «Один в один», по-моему, на Первом канале. «Один в один» проект. Может быть. Я немножечко путаю, потому что есть на Первом канале и на канале «Россия». Я тоже с вами здесь солидарен. Да, пародийный Марина Полтьева приходила. И в этом году тоже будут очень интересные мастер-классы. С какого возраста можно приходить? С пяти лет. С пяти лет, но дело всё в том, что этот интенсив подразумевает, что ребёнок находится с десяти утра и до семи вечера в непоседах. То есть у нас есть время на обед, на прогулку, но это без родителей. Ну, конечно, дети должны стать артистами самостоятельными. Конечно. Большое вам спасибо. Пусть всё получается. Всё будет хорошо. И продолжайте радовать нас замечательными номерами и талантливыми выпускниками непосед. Спасибо. И господа, основатель и бессменный худрук театра-студии «Непоседы» Елена Пинджаян в гостях у «Страны ФМ» была. До новых встреч. До новых встреч. Спасибо. Лучшее в стране.